Ребята, всем привет! С вами снова Shabby State Workshop, и сегодня наш рассказ пойдет про коллекцию субурбанов, которая у нас собралась. Это довольно культовые автомобили, так называемые Squire Body, квадратный кузов автомобиля, то есть до 1991 года включительно выпускались такие машины. Сейчас у нас в коллекции три автомобиля в данном кузове, два 1500, то есть это легкое шасси, и один 2500, то есть это уже тяжелое шасси, 8-болтовая ходовая и некоторые другие нюансы, которым он отличается от более легких машин. Ну и, пожалуй, начнем рассказ мы с нашего синего экземпляра. Это автомобиль Chevrolet Suburban, полноприводный, причем полный привод у него так называемый part-time, то есть на нем нельзя ездить на полном приводе по асфальту, то есть по шоссе. На полном приводе на этой машине можно ездить только по песку, снегу или грязи, то есть там, где нету жесткого зацепления колес с дорогой. Почему? Потому что в раздаточной коробке, которая применяется на этой машине, нету межосевого дифференциала. И когда вы начнете поворачивать руль на асфальте и ехать не прямолинейно, а с какими-то поворотами, то у вас будет очень большая нагрузка на карданы, на раздатку, и все это может разрушиться. Поэтому эти автомобили, они предназначены для езды на полном приводе только в условиях бездорожья. На обычном шоссе, на сухом асфальте эти машины всегда заднеприводные. На автомобилях сильно старше, то есть автомобилях 70-х годов, существовали варианты раздаток фулл-тайм, постоянно полноприводных. Это были чугунные раздатки, на которых, возможно, была езда на полном приводе всегда и везде. Но уже в 80-х годах, а, собственно говоря, машина это 80-х годов, таких раздаток уже не существовало. Передний мост здесь подключается с помощью механических хабов, то есть нужно выйти из машины, включить передний мост, и уже непосредственно из салона управляется раздатка отдельным рычагом. В ней есть положение задний привод, полный привод повышенный и полный привод пониженный через нейтраль. Вот так работают хабы переднего моста. Фри свободно и лок заблокировано. Нам этот автомобиль достался в однородном синим цвете. Мы решили, что это достаточно скучно, и поэтому, как, в общем-то, они красились на заводе, мы решили покрасить этот автомобиль в два цвета. То есть полоса светлая и основной синий фон. Также мы установили оригинальные молдинги, которые должны быть на этом автомобиле. Открасили, соответственно, низы дверей, ну, фактически покрасили автомобиль по пояс. Установили оригинальные диски 8 дюймов, шириной 8 дюймов, с резиной BF Goodrich, классическая американская резина, которая, я думаю, на этой машине смотрит очень круто. Восстановили оригинальную решетку радиатора с сайдмаркерами, которые стоят вот там вот. Фары уже стоят европейские, но, однако, конфигурация оптики такая, как положено на этом году. Автомобиль нам достался не на ходу, хотя предыдущий владелец уверял, что он заводится и ездит. По факту мы тащили его на тросту, потому что была пробита катушка, была пробита крышка трамблера. Естественно, мы все это заменили, отрегулировали зажигание, сделали некоторые настройки мотора, потому что там тоже были дальше достаточно большие проблемы с холодным запуском. И теперь на машине можно ездить постоянно зимой и летом, и она заводится в любой мороз. Также нам этот автомобиль достался с салоном разного цвета, то есть предыдущие владельцы уже начали перешивать салон, поэтому сделали передние сидения, сделали панель приборов, сделали обшивки. Но второй ряд и третий ряд задний были синего цвета с рваным каким-то бабушкиным велюром, поэтому мы все сделали это в одной гамме. Кому-то не нравятся ромбики, кто-то считает, что это как-то не оригинально, но вам скажу честно, что на мой взгляд лучше новые материалы, новый салон, чем какой-то старый велюр, который весь засаленный, рваный и грязный. Да, конечно, если у вас есть оригинальный салон, который в хорошем состоянии, то, конечно, его не стоит переделывать, но когда этого уже нет, я считаю, что вполне себе нормальный вариант. И, кстати, крутые мужики, американские длиннобойщики, очень уважали такие ромбики и делали их в кабинах своих грузовиков повсеместно. Давай. Рулевая колонка с регулировкой. Сейчас мы едем на полном приводе. Ну вот, собственно говоря, наш проект готов. Больше мы с ним ничего делать не будем, но у нас есть еще точно такой же белый субурбан, который мы пригнали из Волгограда. Теперь займемся им. Привет. Здрасте. Ну как, наш прекрасный автомобиль. Это изолента. В предыдущей серии вы могли видеть, как мы приобрели этот прекрасный автомобиль, который достался нам в достаточно печальном состоянии, и он был безумно грязный. Я же говорю, жирная комплектация. А, жирная. Жирная комплектация. Жирная. Сальная. Сальная комплектация. Кто-то умер. Ой, тут надо будет мне ехать и сидеть, типа, да? Мы решили отогнать его в детейлинг блеск и пламя. Ребята предложили нам свою помощь и посмотрим, что у них получилось. Нифига себе. Да, класс. То есть он прям приобрел нормальный серый цвет. Автомобиль эксплуатировался всю свою долгую жизнь в каком-то селении, и я думаю, что это была первая химчистка за всю его жизнь. В общем-то, использовался он как настоящий колхозный тягач. Салон автомобиля наконец-то приобрел оттенки, которые должны были быть на нем с завода. Потому что раньше все, что было серым, было коричневым, а все, что было коричневым, было черным. Теперь это выглядит как нормальный салон. Понятное дело, что есть какие-то временные усталости всего материала. Но, тем не менее, на этом хотя бы можно сидеть и непротивно садиться в чистой одежде. Вот такие у нас замечательные коврики. Кстати, тоже наши сыновья делают прекрасные вещи. Я по-близу. Огромное тебе спасибо. Нам очень понравилась, это реально крутая работа. Напоминаю Дотелин «Блеск и пламя». Егор, его руководитель, Егор и главный режиссер, как это принято было раньше. А мы поедем к себе и будем доделывать этот автомобиль. Будем заниматься полным приводом, поменяем крестовины, поменяем колеса. Ну и приводите в порядок этот чудесный экземпляр белого цвета американского внедорожного автопрома. Поэтому лайки, репосты, подписки, подписки и вот все остальное накидайте вот так вот, чтобы прям не свободно. Приду проверить. Да, к нему теперь прикасаться даже приятно. Сегодня мы решили начать работу с нашим жутким суворбаном. То есть прекрасно, конечно, суворбаном, который действительно прекрасно. И мы купили, кстати, кто спрашивает, как с запчастями. В наличии крестовины фирмы Мук. Они у нас стоят в передних приводах, потому что там их уже практически нет. Иголки все рассыпались, чашки повыбивало. И мы постараемся сделать полный привод на нем рабочим. То есть он как бы и сейчас работает, но включать его лучше не надо. Для этого мы все разберем и починим. Потому что скоро Новый год и мы собираемся на этой машине поехать в деревню. Теперь мы будем снимать тормозной суппорт. Для этого нам потребуется шестигранник на 3 восьмых. Ребята, на 9 и на 10 не подходят. Шестигранник на 3 восьмых. После того, как мы сняли суппорт, мы будем откручивать сам механизм привода передней оси. Вот так выглядит привод полуоси переднего моста изнутри. Кстати, я вот здесь вижу следы смазки. А на самом деле категорически запрещено смазывать вот этот вот узел консистентной смазкой. Допускается небольшое количество моторного масла. Иначе он может выйти из строя. Мы это обязательно помоем. Мы вынули стопоры. Один стопор стоит вот там внутри. Вот такой. И один стопор стоит здесь на валу. Мы также его сняли. И теперь ворачиваем болтик. Вынимаем. Вредите внимание. Там находится хитрая гайка, которая держит подшипники. Которая регулируется подшипники. Для нее нужен специальный ключ. Здесь вот люди уже пытались зубивом ее открутить и закрутить. Вот такой вот специальный ключ. Снимаем шайбу. Такая вот интересная шайба с отверстиями. Зачем это сделано, я сейчас объясню. Вот это внутренняя гайка. На ней есть вот такой штифт. Сначала вы ее закручиваете, регулируете ей ступичные подшипники. Они здесь, их два, они конические. Потом кладете сверху вот эту шайбу, которая за счет вот этой прорези держит от раскручивания, закручивания эту гайку. Эта прорезь опирается на цангу. И сверху контрится внешней гайкой. Это очень важно, потому что если вы при неаккуратной сборке не попадете шайбой на этот штифт, штифт сломается и вся эта конструкция не будет работать. Поэтому на это нужно обратить особенное внимание при сборке. И только после всех этих операций снимаем ступичку. Снимаем опорный щит. И теперь нам нужно снять вот эту цангу. Снимаем цангу. И теперь нам повернуть руль. И теперь совершенно свободно мы вытаскиваем привод. Здесь у нас уже абсолютно нет пыльника. Крестовина люфтит. Будем ее менять. Валера. Вот так вот быть не должно. С другой стороны мы вытащили привод, который имеет такой вот страшный люфт. Сейчас мы тоже заменим здесь крестовину. Будет все окей. На самом деле это совершенно непонятное техническое решение американских инженеров, за которым я бы им на заводе руки оторвал. Потому что уже в эти годы, а год я напомню у нас 90-й. Валерий Леонидович, правильно? Давным-давно во всем мире привод передних поворотных колес на дорожниках осуществлялся с помощью каких-либо шарниров, которые не имеют крестовин. А ставить крестовины в поворотные передние колеса, этот анахронизм из эпохи Доджа 3 четверти, сохранился только на американских автомобилях. Ну, кстати, в частности, наверное, Чироки, Гранд Чироки, по-моему, имел такие же мосты, Субурбаны, соответственно, джемовская продукция полноприводная. Это просто трэш. Так делать нельзя. И вот наш привод с новой крестовиной готов. Можно все собирать. Пока я здесь буду все собирать, вы, ребята, посмотрите на наш третий Субурбан, который просто шикарен. Он 2,500, 8-болтовый и в отличном состоянии. Я хочу на это поле. Продолжение следует... Предложила я Валерии по полю покататься. Продолжение следует... Чем больше внедорожник, тем дальше идти за трактором. Митяй едет подсобить. Митяй едет подсобить. Митяй, кажется, не покатится. В принципе, Субурбан не самый плохой внедорожник. И при наличии лопаты и рук из жопы можно выбраться даже без чужой помощи. Даже без блокировок и на шоссейной летней резине. Просто почему так получилось, что он засел на нас все это видели в кадре? У меня это чисто городская машина. Я на нем на бездорожье не езжу. Он не для этих целей готовился совершенно. Я наигрался в свое время уже в бездорожье. Там большие колеса и мудовую резину. И его делал уже чисто в сток, чтобы это была чисто такая городская машина. Понятное дело, что она не городская, вообще это грузовик. Но хотелось... Не было цели уезжать на бездорожье, в общем-то. Вот. И понятное дело, что сейчас мокрый снег, и почва вся отмерзла. Сейчас все влажно. И он естественно сел. Это было предсказуемо. Но мы выбрались. Спасибо лопате. Спасибо субурбану. Вот. В принципе он себя тоже неплохо показал. Вы уже могли видеть в кадре все наши остальные субурбаны. Там и синий, и белый. И наверное еще какой-нибудь тоже там был. Эта машина не было. Хотя она у нас в команде, точнее у меня уже больше трех лет. Я купил в 2000... Каком году-то? 2020. Вот. Но она была как бы в таком виде конструктора. Я начал ее делать. Отдал делать ребятам на аутсорс. Ее делали два года. В итоге сделали. Вот сколько. Год назад я ее получил. Я теперь катаюсь вовсю. Почему? Почему субурбан? У меня был когда-то субурбан уже. Такой же причем один в один. Это была такая же машина прямо из той же партии, которые поступили на Кузбасс Уголь в 92 году. Тогда пришла партия таких субурбанов. Они все были две пятисотые, полные приводы. Все сильверады богатые версии. И все были белого цвета с синим салоном. И это тоже был белый с синим салоном. Но поскольку у меня уже был белый с синим салоном, я решил, что это скучно конечно. У меня есть такая заводская брошюрка 91 года. И там есть субурбан в такой раскраске. Я не помню название цветов. Но короче золото и такой перламутр красивый песочный. Я решил, что если уж красить машину для себя, то красить ее красиво. Поэтому он получился вот таким. Ну и в целом я делал ее на основе на той самой брошюре. То есть вот колпаки оригинальные, колесики штатного размера. Причем они маленькие, но это даже больше чем штатные. Это нормально больше чем штатные автомобили. Ну и все в таком духе. Никакого тюнинга вообще. Я тюнинг уже не хочу и не интересно. У него достаточно неплохое было состояние. До меня родной пробег что-то в районе 143 тысяч миль. Вот сейчас на одометре. Скорее всего это приблизительно родной пробег. Скорее всего до 200 тысяч миль. И это видно по состоянию салона. Он реально не убитый. Потому что я его не химчистил. Тут все как было, так и осталось. Он просто чистый. Все есть на месте. Все комплектное. Все целое. Все работает. Все исправное. Опять же, что мне приятно. Что я люблю. Это версия Сильдорада. Это богатая комплектация. Здесь нормальный руль. Деревяшечки всякие. Там кожа, велюр. Довольно убогие по современным понятиям. Но приятные взгляды. И я люблю капитанские сиденья. Потому что диван для меня совершенно неудобная вещь. И вообще не понимаю как можно ездить на диване куда-то далеко. Это неуютно и некомфортно. Вот. Еще особенность этой машины. Это же Suburban. Самый большой внедорожник в мире на момент его выпуска. 91 год. И еще сколько-то лет до появления Ford Excursion. Соответственно он самый большой. Он самый огромный по салону. В нем больше всего места. Но в этой версии было только два ряда сидений. Третьего ряда не было в принципе. И в полу даже нету закладных по третий ряда. То есть его нельзя даже поставить. Вот такая вот интересная особенность этих машин. Ну и соответственно нету задней печки и заднего контея. Потому что он тут не нужен. И еще забавный факт. Как бы богатая вроде бы версия. Стоит приемник. Но приемник только радио. Нет. Здесь вместо кассеты стоит загрузка. То есть ну. Видимо сэкономили. Тут почему-то не стали экономить. А тут сэкономили. А еще. Это Suburban 2500. А остальные наши машины что синяя что белая. Они 1500. 2500 это более тяжелые шасси. Тут другая рама. Другой задний мост. Восьмишпиличная желтовка спереди сзади. Но передний мост при этом такой же как на версии 1500. Отличаются только кулаки и повороты со ступицами. И здесь другая коробка передач. Причем это 1991 год. Здесь стоит уже 4L80E. Самая ранняя электронная E-80. И она самая сложная. Но она имеет ряд своих специфических деталей. Которые невозможно уже найти в продаже. Еще чем эта машина отличается от других наших Suburban тем. Что у него сзади стоят эти сплошные двери. Так называемые амбарные двери. Которые открываются на распах. Это на самом деле значительно удобнее чем борт со стеклом. Потому что ты просто подошел. Открыл дверь и у тебя вот багажник. Тебе не надо опускать стекло из салона. Откидывать этот борт. Грязный, тяжелый. Обратно его закидывать. Весь пачкаться. И машину с бортом я бы себе брать не стал. Потому что я знаю что это очень неудобно. И поэтому когда выскочила эта машина в продаже. Естественно я понял что я хочу именно с такими дверями и такую же. Как уже могли заметить многие подписчики. Наблюдающие за нами не первый год. Что у нас появляются в хозяйстве Suburban. И есть и Копяты в том числе. У нас на самом деле была даже Taha 1997 года. Но это для нас не формат. То есть в России конечно более популярны именно 400 семейства Chevy truck. Это Taha Suburban с 1992 по 2000 год. Но мы эту технику не очень уважаем. Она хоть и более-менее правильная. Но это уже современная машина. А это все-таки классический грузовик. С грузовой рамой. С грузовыми мостами. На рессорах. И ну архаичной по конструкции. Все-таки это начало 70-х годов. И мы уважаем только это поколение на самом деле. Ну и более старые конечно тоже. Но их в России тупо нет. В Америке очень большие клубы куча строителей этой техники. Куча сайтов, форумов. Отдельные сайты по запчастям на эту технику. Куча аккаунтов в соцсетях. Поклонников этих машин. Которые дорабатывают самые разные ипостаси. Кто-то люфтует до безумных колес. Кто-то наоборот опускает на землю. Меняя полный привод на задний. Причем семейство довольно большое. Это от легких блейзеров K5. До тяжелых пикапов на 3500 шасси. Со спаркой сзади. С длинной рамой и большим кузовом. И, естественно, все это тюнингуется в самые разные варианты. Вплоть до каких-то огромных дизельных грузовиков. Либо даже полуспортивных машин на задней приводе. И, к счастью, есть и такие поклонники в России тоже у нас. Которые занимаются подобной техникой. Ну, народ начал понимать, что не только тахами с бурбанами 90-х годов едины. Есть и поинтереснее машины. Конечно, проблема в доступе. Доступности всей этой техники у нас. Ее мало. Становится только меньше. К сожалению, привезти такую машину довольно сложно. Ну, можно, но сложно. И все, конечно, дорого. По запчастям тоже есть сложности. В том плане, что бэушка здесь уже закончилась. Хотя когда-то была. Ну, все можно купить со штата. Просто, конечно, денег. Ну, и желание. В первую очередь, желание. Сами пытаемся развивать в России некий культ платформы Skyward Body. И приобщать к этому наших подписчиков. Поэтому имейте в виду, белый субурбан будет в продаже через какое-то время. Его можно будет приехать, посмотреть, приобрести, покататься. В общем-то, попробовать на себе, что это такое. Я свою машину продавать не планирую. Потому что делаю ее себе. И пока буду кататься сам. Я на ней мало езжу. Ну, она прикольная. Мне нравится. И пусть будет в хозяйстве. Так что следите за роликами. Может быть, у нас еще появится такая техника. Может быть, даже мы оживим наш К5. Между прочим, он с 1978 года. Довольно раритетный автомобиль. А планы по его оживлению у нас витают в головах. Это будет интересно. Поэтому следите, смотрите. Что-нибудь интересное мы вам еще покажем. Всем пока.